Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава Евангелия от Луки, я читаю свой перевод для библейского портала «Экзегет» и даю некоторые комментарии. Итак, самая острота конфликта между Иисусом и фарисеями, книжниками, которые не хотят, чтобы Он перетягивал на свою сторону людей, ну и надо его арестовать, но просто-то арестовать ума много не надо, а вот надо дело ему сшить, как станут говорить более поздние времена, вот в чем-то его обвинить. В один из дней, когда Иисус учил народ в храме и возвещал благую весть, а он это делает совершенно спокойно, потому что это важно, к нему подошли первосвященники и книжники вместе со старейшинами, светская духовная власть, и заявили ему, скажи нам, по какому праву ты делаешь такое, кто это дал себе такую власть? Вот нам понятно, кто дал, кто нас поставил первосвященниками, книжниками, всеми прочими, да? А вот ты же человек, никто и ниоткуда. Как ты можешь чем-то таким заниматься? Иисус ему ответил, я вас кое-чем спрошу, а вы мне ответьте. Смотрите, он не уходит от ответа, но ставит условие, когда Иоанн крестил, это было по воле неба или по человеческой воле? То есть тоже кто ему дал право, его Бог отправил крестить, ведь Иоанн креститель не проходил там комиссии, собеседования, его не избирали всенародно, его не назначал царь, да? Он просто стал крестить. Так это по воле неба или он просто так захотел? Вот пришло ему в голову и стал крестить. Теперь стали рассуждать между собой так. Они же прекрасно понимают, что это все словесная перепалка. Им неинтересна истина, им интересна победа в споре и повод арестовать Иисуса. Если скажем, что по воле неба, он ответит, что же вы ему не поверили? А сказать по-человеческой, весь народ забросает нас камнями, ведь они уверены, что Иоанн был пророком. То есть где правда, нам неинтересно, нам важно понять, как выгодно ответить. Тогда так, что они ответили, будто не знают, по чьей воле. А они правда не знают, нам то, что знать не хотят, а не потому, что у них информации мало. Иисус тогда им сказал, и я не скажу вам, по какому праву делаю такое. Зачем? Что это за прием такой, не знаю, там, сколько тебе лет? А какая сегодня погода? Ты мне сначала это расскажи, а потом я отвечу про мой возраст. Нелепо же? Не совсем. То есть они делают вид, что их беспокоит вопрос духовной власти, духовного авторитета. Иисус приводит им пример. Вот еще человек, который тоже без какой-то формальной авторизации занимался очень важными духовными вещами. Как вы к этому относитесь? Если вы его не принимаете, тогда, собственно, что я вам могу на эту тему сказать? Вы все равно просто ищите предлог, меня обвините и арестовать, и казнить, да? Я не буду вам помогать в поисках этого предлога, но он мог бы просто промолчать с другой стороны. Просто любой вопрос, знаешь, дурацкий, он может быть отправной точкой для очень важных рассуждений. На самом деле дурацких вопросов не бывает. Бывают люди, которые не очень умные задают вопросы, бывают каверзные вопросы с подвохом, но практически любой вопрос он выводит на какой-то серьезный разговор. И Иисус это мастерски умеет делать. Иисус тогда им сказал, и я не скажу вам, по какому праву делаю такое. А народу он стал рассказывать такую притчу. Понятно, что это реакция вот на эту ситуацию. Один человек насадил виноградник и отдал в наем земледельцам, а сам надолго отлучился. В должный срок он отправил слугу к земледельцам, чтобы они передали тому положенную долю урожая из виноградника, а те его избили, отослали ни с чем. Тогда он послал еще одного слугу, но его избили, опозорили, отослали ни с чем. Послал третьего слугу, его тоже изранили и прогнали. Хозяин и наградник рассудил так, что же делать, отправлю к ним своего любимого сына, может быть, к нему они отнесутся с уважением. Последний ресурс, да. Когда земледельцы его увидели, то решили между собой так. Вот и наследник, убьем его, чтобы самим вступить в наследство. Ну, то есть, наследник, конечно, получает после смерти отца, но здесь как бы отец для них уже умер, а наследник, он единственный, и ему что будет бесхозным, если они его убьют. Тогда они вывели его из виноградника и убили. Как же поступит с ними владелец виноградника? Придет и казнит этих земледельцев, а виноградник одна с другим. Слушатели сказали, да не будет. Вот, по-видимому, они понимают, что это все относится к Иерусалиму, иудеи, а не к каким-то там виноградникам, которые где-то расположены. Что вот эти самые виноградники, это те, кто работают на Бога, духовные, светские вожди, старейшины. Вот они-то прогоняют пророков, избивают их. Вот они-то так себя ведут. Ну и, соответственно, когда это так, то владелец виноградника, Бог, конечно, их накажет. И главное, что и виноградника-то особо уже не будет. А он, взглянув на них, сказал, а что же означают слова Писания? Камен, что строители отвергли, он-то и стал краеугольным. А краеугольный ли он лежит на углу, и на него опираются сразу две стены? И кто споткнется, а тот камень разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. То есть большой и тяжелый камень. Иногда краеугольным еще называли камень, замковый камень в арке. То есть арка, она так устроена, что все камни опираются друг на друга, а потом один заклинивает их. Вот если его не будет, то эти камни просто повалятся вниз. И этот камень краеугольный, на нем держится вся постройка. Так же, как в другом смысле этого слова, на нем держатся сразу две стены. Поэтому споткнется этот фундамент, а на кого он упадет, это вот замковые в арке. Книжники и первосвященники хотели бы тогда же схватить Иисуса, ведь они поняли, что эту притчу Иисус рассказал о них, только опасались народа. Вот только бы без скандала. Иногда мы говорим, от нас ничего не зависит. Мы простой народ, не мы принимаем решения. Зависят. Вот хотя бы то, что здесь сейчас его не будут арестовывать. Они следили за Иисусом и подослали к нему несколько человек, притворявшихся праведниками, чтобы те подловили его на славу, и чтобы можно было передать его властям в руки римского наместника. То есть это уже не просто разговоры, это стремление вынудить его сказать нечто такое, что будет воспринято римлянами как мятеж. А римляне вот с чем-чем, а с мятежом очень жестко всегда расправлялись. Почему? Ну, они видят, что его встречали как царя. Это у нас было в предыдущей главе. Ну, вот и отлично, думают они. Давайте сделаем вид, что Иисус стремится установить свою власть, произвести переворот в Израиле и Иудее. Римлянам это точно не понравится. И вот те люди задали ему вопрос. Учитель, мы знаем, что ты говоришь прямо и учишь людей Божьему пути, не взирая на лица, главное, подольстить сначала. Можем ли мы отдавать цезарю подлость или нет? Римскому императору налоги платить или нет? Вот попробуйте, не делайте это риторически, я вас спрашиваю, попробуйте публично заявить, что не надо платить налоги вашему государству, каким бы оно ни было. У вас будут проблемы. А с другой стороны, вот у людей, у которых нет большой любви к государству, в котором они живут, тем более здесь государство римское, чужое, завоевало Иудею, захватило ее. Попробуйте этим людям сказать, надо платить этим оккупантам деньги, обязательно вот перечисляйте им свою зарплату всю. Тоже вас люди побьют за это, да? А как же Иисус выкрутится? Ну, конечно, все знают, это одна из самых известных историй в Новом Завете. А он, сознавая все их лукавства, сказал им, покажите-ка мне динарий, чье там изображение, чья надпись? Они ответили, цезарь. Ну, цезарь это титул, конечно. Покажите-ка мне динарий. Покажите-ка мне 100 рублей, дорогие зрители. Я никогда не видел 100 рублей. Может такое быть? Нет, конечно. Самая ходовая купера в России. Ну, или если в других странах, там, монету в 1 евро, я не знаю. Конечно, все ее видели много раз. А он как будто... Вот вы все про деньги. Что такое деньги? Давайте вот задумаемся о сути вещей. Взглянем на это свежим взглядом. Так что там изображение, чья надпись? На Динарии, конечно, была надпись Цезаря. Причем он там был назван верховным понтификом, сыном божественного Августа. Это все языческие формулировки и портрет. Ведь иудеям запрещено изображать людей. Ну, по крайней мере, такие строгие традиции существовали в то время. Не все их признавали, но было такое. Не сотворить себе кумира изображения того, что наверху, внизу и так далее. И получается, что Динария – это страшная, жуткая картинка. Кстати, возьмите сторублевую купюру, у кого российские деньги. Посмотрите, там вроде как большой театр, но там тоже языческое изображение. Там бог Аполлон, между прочим, голый. Лошадьми правит. Ужас какой. Не берите в руки сторублевку, никогда она вас осквернет. Иисус буквально вот такой и ставит опыт. Вот Динария – это же кошмар какой-то, его в руки брать нельзя. Если вы такие святоши, если вы так строго ко всему относитесь, они ответили Цезаря, Иисус им сказал, «Раз это Цезарь, вы отдайте Цезарю, а что Божье, то Богу». Все, конечно, знают это выражение, ну или «кесарю» обычно в старых русских переводах. Это понимают часто так, «Все, что от вас власть требует, давайте ей делайте, молчите, исполняйте». Здесь прямо на купюре написано «это мое». Написал, ну не на купюре, на монете, извините. Написал Цезарь, кто бы он там ни был, еще старый Август Актовиан или уже Новый Тиберий, неважно. Вот он свой поставил знак на этом всем. Да, Токандетти – это его. А Бог поставил свой знак на вас. Обрезание, кстати, что это такое? Это печать, видимая печать, которая ставится на всех мальчиков, которые вырастают в юноши и мужчин. Им никак не удалось поймать Иисуса на слове перед всем народом. Ну, потому что это же еще нужно, чтобы свидетели были, чтобы как бы его опозорить перед всеми. В изумлении от его ответа они замолчали. Ну, это фарисеи-книжники, у них своя программа, еще саддуки, которые тоже его не любят. Саддуки в основном – это партия храмово-священства. Подошли к нему и некоторые саддуки. Они считают, что воскресенья мертвых не будет. Ну, то есть человек умирает, и все. С вопросом. Учитель Моисей нам написал, «Если у кого брат умрет женатым, и при том бездетным, то пусть такой человек женится на вдове брата и так восстановит для него потомство». Обычай левератного брака. Зачем нужно? А потому что общество структурировано в родовом каком-то измерении, и человек, не оставивший потом, что он вычеркивается, он и весь его род из израильского народа. Больше не будет его потомков. Поэтому надо, чтобы его брат, ну, самый близкий ему и по генетике, и по жизни, родил ребеночка, сына, конечно, желательно, который будет считаться сыном умершего, хотя физически не будет им. Итак, было семь братьев. Первый женился и умер бездетным, и второй, и третий брали ее в жены. И так все семеро умерли, не оставив потомство, а после всех умерла и та женщина. Когда воскреснут мертвые, чьей женой станет эта женщина? И все семеро были на ней женаты. Да, они думают, они создали такой логический эксперимент, который показывает абсурдность утверждения о воскресении. Брак, где семь мужей у одной жены, я не знаю, чтобы такое где-то существовало. Многоженство бывает, но многоможество, да еще такое цветистое. Иисус им сказал, в этом мире люди женятся и выходят замуж, а те, кто будут удостоены воскресения из мертвых и жизни в будущем веке, то есть даже не все воскреснут, получается, они не будут жениться или выходить замуж, смерть для них станет невозможной, они будут равны ангелам, как сыны Божьи, и соучастники воскресения. Там все другое. А что мертвые пробудятся, так это поведал нам Моисей, они же саддуки признают только Моисеева пятикнижие, они пророков не признают, поэтому он им дает цитату из текстов, которые для них заведомо авторитетны. Так это поведал нам Моисей, когда он называл Господа Бога, говорившего с ним из куста, Богом Авраама, Богом Исаакова и Богом Иакова, то есть правоцев. Он не Бог мертвых, но Бог живых, у него все живы. Тут же он обращает наше внимание, что Господь называет себя Богом Авраама, Исаак и Иакова, мог бы сказать, я творец, я всеведущий, всесильный и так далее. Но он говорит о той роли, которую он сыграл в жизни конкретно этих людей. И, соответственно, похоже может сыграть в жизни того, с кем он говорит, с Моисеем в данном случае. И раз так, то это живые люди, он Бог не бывшего Авраама, не покойного Исаака, а здесь и сейчас существующих Авраама, Исаака и Иакова. Некоторые из книжников на это сказали, учитель, хорошо ты сказал, они же с аддукеями спорят, поэтому то, что он их уел, это им очень приятно. И больше уже никто не смел приставать к нему с вопросами. А Иисус им сказал, ну и вы подумайте, тоже богословский вопрос, как же Христа называют сыном Давидовым, если сам Давид в книге Псалмов говорит, сказал Господь Господу моему, воссядь от меня по правую руку, и врагов твоих я повергну под ноги тебе. Если Давид называет его Господом, как он может быть Давиду сыном? Мы знаем правильный ответ, что Христос, Мессия, он по своей человеческой природе потомок царя Давида, и поэтому он как бы вторичен по отношению к Давиду, а по своей божественной природе он первичен по отношению ко всему мирозданию, и поэтому Давид признает его одновременно и потомком, и своим Господом. Но напрямую здесь этого нет. И евангелист Лука тоже об этом не говорит. Мог бы дать такой вывод? Мне кажется, вот здесь есть еще и такой парадоксальный момент. Вы хотите, опираясь на букву Священного Писания, ответить на все вопросы, но это невозможно. Мы должны найти какой-то ключ для понимания этих строк. И своим ученикам он сказал так, что услышал весь народ. Остерегайтесь книжников, которым нравится прогуливаться в своих нарядах и выслушивают приветствия на площадях, председательствуют в синагогах и занимают первые места на пиршествах, ну то есть самые почетные. И при этом они пожирают имущество вдов, зато молятся подольше на показ. Тем более суровый ждет их приговор. Пожирают имущество, они обязательно буквально захватывают дома, поля, участки, да, и считают, что в этом нет ничего плохого. И вот, перейдя в наступление, он не пытается их подловить на хитрых вопросах, как они его, не дает им блистательные, яркие ответы на их вопросы показать, я-то умнее вас, да. А он говорит другим людям, потому что с этими уже говорить, наверное, бесполезно, они свой выбор сделали. А другим он говорит, смотрите, они напускное показное благочестие сочетают с жестокостью, с несправедливостью по отношению к когнитивным. Разве так бывает? Разве это божьи люди, если они так себя ведут? Но пусть задумаются об этом сами. Кстати, тема денег, она в следующей 21 главе продолжится. Продолжение следует...